Да, привет, друзья. Вот мы с нашей Дарьей, почётный участник Школы Человек-будущего, хомофутурист, врач-психиатр, и которая помогает снижать тезировки людям, которые на лекарствах сидят, и которые, конечно, специалист по методу ключ. Дарья, скажи что-нибудь. Добрый вечер, Хасай Магомедович, и добрый вечер, все подписчики, Хасая Магомедовича, тех, которых я уже знаю, с кем мы общаемся, и, возможно, с кем мы в будущем будем общаться. Спасибо, Хасай Магомедович, за ваш ключ. С помощью вашего ключа действительно удается снижать дозировки, в некоторых случаях удается... А что для этого надо делать, чтобы тебе подписались или позвонили, или что? Чтобы подписались, или подписались, на меня некуда подписываться, если только на вас подпишутся. Ну, пусть, а как они на тебя выйти? А, на меня выйти очень просто, я у вас каждую неделю, за редким исключением я не приезжаю, а так я всегда здесь с вами. Слушай, сядь вот так, чтобы видо было за тобой, чайник. Вот посмотри. Друзья, посмотрите, у Дарьи глазки какие необыкновенные. И чайник там с улыбкой, и у Дарьи улыбка. Да, друзья, я очень хочу вам рекомендовать нашу Дарью, потому что она специалист высокого класса. И, естественно, потому что она в нашей школе почетный участник. Естественно, она готова помогать людям, поэтому я Дарью очень люблю. Я вас очень люблю. Да, потому что мы одного духа, одной материи, как говорится. Слушай, а вот мы сейчас говорили с тобой, как сложно соединять духовное начало в человеке и мотивацию в материале. На самом деле это совершенно несложно. Всего лишь нужно 5 минут в день заходить в детскую комнату и делать там то, что мы хотим. Слушай, это мы будем говорить о вебинаре. Сейчас у нас будет вебинар. Потрясающее изобретение века. Это на самом деле, как сохранить себя, как открыть свои творческие способности и как зарабатывать. Вебинар будет, он будет как-то называться, но мы сделаем еще объявление. А вот посмотрите. Дарья, она обладает необыкновенным, уникальным талантом. У нее есть способность так болеть душой за человека. Это я уже сам знаю, поэтому я молодее, молодее. Если бы мне было сейчас, 30 лет назад, как вы думаете, что бы было? Вы, наверное, бы нарисовали картину. Ну, это правильно, это правильно. Давай, расскажи что-нибудь, Дарья, о своей работе. Ну, хочу, наверное, начать с того, что где-то в 50-х годах, в начале 50-х годах начался биохимический век психиатрии. То есть тогда, когда был открыт первый нейролептик. И удивительно, что он был открыт не как антипсихотическое средство, а как средство для премедикации или вот для лечения пациентов, находящихся в хирургическом отделении. И, да, действительно, это так. И интересно, что был замечен его антипсихотический эффект. И потом уже его стали применять как нейролептик, как антипсихотическое средство. А что до этого делали? До этого лоботомию делали. Ну, в России не делали, в Европе ее делали. Что еще? Да, психически. Электросудорожная терапия, но ее, в принципе, до сих пор делают. Инсулиновые шоки. Инсулиновые, да-да-да. Вот эти мы лечили. Что касается антидепрессантов, как они были изобретены. Ну, какое-то вещество, которое давали мышке, и мышка начинала быстро-быстро бегать, активнее искать еду. Сказали, о, антидепрессант. Вот, ну, да, это действительно рабочие средства все, и я ни в коем случае не призываю отказаться от препаратов, но... Это я картину показываю, чтобы все видели картину. Одновременно, одновременно. Так. Вот, но, тем не менее, нужно не привязываться сильно к препаратам и дополнительно к основному лечению как раз использовать метод ключ. Тогда снимается... Напряжение, да, вот у меня буквально на прошлой неделе, Хасай Магомедович, я рассказала уже, приходил тяжелый пациент, и мы с ним, ну, он не один был, ну, вот последний был, очень тяжелый, и мы с ним провели метод ключ, я его обучила, и на глазах он почувствовал, что его напряжение ушло. Ну, на глазах индикатор использовали, там... Индикатор использовали, конечно, но и он тоже отмечает, это женщина была, пациентка, и она тоже... Слушай, я хочу одновременно, можно, да? Конечно, конечно. Показать интересную вещь, дело в том, что Хаббард, Хаббард, который придумал саентологию и придумал дианетику, там, ну, величайший человек был в мире, который говорил, хочешь быть миллионером, создай религию, они там обучали бизнесу, там, и прочее. Вот у них был индикатор напряжения такой материальный, материальный. Вот там написано даже, вот посмотрите, он впервые дает человеку возможность глубоко заглянуть в разум и сердце другого человека, Рон Хаббард. Видите? Ну, это же материальный, он стоит 20 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Почему это было важно тогда, чтобы деньги зарабатывать? Потому что человек не верит в свое состояние, ему нужно, чтобы кто-то со стороны посмотрел, и вот он придумал этот метр, метр, который такой дорогой и так далее. А мы придумали индикатор напряжения, бесплатный. Здесь 10, а здесь 0, и 10, и отделение. Потрясающее изобретение, которого в мире не было. И потому что, если человек несколько раз во время стресса или в состоянии покоя вспомнит индикатор, а во время стресса мысленно рычажок подвинет вниз, он в состоянии от 10, например, и даже выше, когда он в панике, в страхе, в стрессе, выходит на безмятежность нуля. О, как интересно, да? Вот как мы учим людей, чтобы они не тратили много денег, а могли сами научиться регулировать свое напряжение. Поэтому, Дарья, это просто потрясающе, что ты занимаешься помощью снижать дозировки. Но для этого тебе надо, видимо, непосредственно с человеком общаться, потому что это же огульно так не делается. Ну, конечно. Потому что кто-то снимет у себя лекарство, и у него будет синдром отмены, такой будет. Вы знаете, я даже скажу, это не просто обучение метода ключу, это обучение человека пользоваться собственным мозгом. Так. Хорошая формулировка. То есть человек управляет собственным инструментом. Да, он начинает, это некая инструкция, как пользоваться своим мозгом. Вот у меня бывают люди, которые по 20 лет пьют голоперидолы, там, психоциклодолы, там, пьют. Вот как ты с ними? Вот если человек 20 лет... Ну, вот женщина у меня приходила, как раз вот последняя женщина, на прошлой неделе она приходила. Она находится на нейролептиках, и у нее было очень выраженное напряжение, выраженная тревога. Она принимает несколько видов нейролептиков. Она не у меня лечилась, она ко мне пришла за коррекцией. Вот, да, я ей скорректировала все, но тут же, в этот же прием, я ей провела ключ. И она, когда открыла глаза, сказала, ой, а у меня ушло это напряжение. Ну, я, конечно, все равно поменяла эти препараты, потому что, ну, они не совсем были корректно назначены. А вот как быть? А где врач назначил там в больнице где-то? На мой взгляд, на мой взгляд, они были назначены некорректно. Хорошо, а как быть, чтобы конфликтов не было? Вот как быть? Допустим, какой-то врач, психиатр назначил больному такие-то препараты. Он имеет полное право на это. Тем более, есть разные школы назначения препаратов, и есть такая школа, ну, я не буду называть имена, есть школа. Мы имена никогда не называем без согласования, да? Есть школа, где пытаются прям именно по симптоматике понять, на какие именно рецепторы надо точечно воздействовать, и получается вот такой длинный-длинный список из нейролептиков. Я раньше только слышала об этой школе, но недавно также я увидела и пациентку, которая там лечилась. И, ну, конечно, у неё мнение о психиатрии было сложено совсем неверно. Она, ну, просто боится врачей-психиатров, она ко мне... Ну, мы, кстати, с ней тоже делали... Ну, пусть не ключ, тогда с ключом я не была знакома, мы занимались с ней гипнозом, ну, тоже с положительным эффектом. Но ключ – это гораздо быстрее. Ну, потому что используется, собственно... Это настолько быстро, не нужно ничего спрашивать. Это людям надо долго объяснять. Не нужно ничего там спрашивать, ничего говорить не нужно. Просто вести его. Ну, индикатор есть. Ну, индикатор – это быстро. И приёмы классические. Очень. Это отдельный документ. Буквально пять минут, ну, можно там вот, если прям совсем десять минут. Нам надо сейчас избежать такого момента, чтобы кто-то, допустим, смотрит первый раз и не знает, чем наша школа занимается, и не попал как бы вот под идею, что мы лечим все болезни, не глядя там, это глупость полная. Конечно. Для этого надо, чтобы Дарья внимательно рассмотрела данного конкретного индивидуального человека, задала какие-то свои специальные вопросы. Да, конечно, кто же так вот каким-то советом возьмёт, глупость такую сделает, все люди побросают леконстративную. Песня Магомедович, можно я вот скажу, как я рекомендую своим пациентам? Я им рекомендую. Теперь вам нужно подключить психотерапию. Но лучше всего сделайте это с помощью метода ключ. Вам не нужна никакая психотерапия. Вам не нужно не ходить к психотерапевтам. Ты лишаешь работы. Да, я лишаю. Это же мои пациенты, я же не могу им желать зла. Да, ну как будет вот этот комплект? Пациент сам решает, он выбирает, где у кого. У него есть право такое. Конечно. Это в нашей стране, а в других странах? Тоже есть. Есть такое право? Ну, конечно. Что ты говоришь? Я первый раз слышу. Нет, конечно, пациент может выбрать. В Ютубе там вопрос, в какой стране возможно пациенту самому выбирать врача или лекарство, или еще что-то. Ну, зависит от того, какой вопрос вы формулируете. Там же в интернете вы всегда получите ответ. Да. Какая ты красивая. Где картина, Руслан Магомедович? Да, да, да. Мы все ждем. Вон, видишь, там белый холст лежит. Это специально. А когда он станет небелым? Когда ты еще раз придешь, еще раз мы поговорим с нашими людьми. Это же надежда. Возбуждаем надежду, потому что многие люди на самом деле и феназепамы, и там еще какие пьют сейчас. Когда началась спецоперация, мы столкнулись с проблемой. У нас не было, я не помню, тогда в стационаре работало, какого-то препарата у нас не было, нейролептика. Его выпускают в Харькове. И он у нас стал, катастрофически его стало не хватать. Вот. И в тот момент я подумала, а что же нам делать, если не будет препаратов? А сейчас много химических этих заменителей, сфабрикованных. Ведь многие фирмы нуждаются в доходах. И поэтому берут, там делают новые и новые названия, там. А там и само это вещество-то уже модифицированное, уже не то, которым человек привык. Ну хорошо, если оно есть. А если его нет? То даже плацебо не поможет. Его просто нет. Короче, друзья, ждите нашего следующего разговора. Не пытайтесь заниматься самодеятельностью и бросать препараты. Ни в коем случае. Мы никого не лечим. Наша школа никого не лечит. Мы просто рассуждаем, обсуждаем, говорим о перспективах. И поэтому у нас есть специалисты мирового класса, которые могут поделиться своим опытом, как они применяют ключ для тех или иных пациентов. А я, например, занимаюсь сейчас подготовкой школьников, визачи экзаменов, занимаюсь обучением людей, выступлением публичным, как снимать немномышленные зажимы. А ты этим занимаешься? Хасай Магомедович, я стала заниматься со спортсменами. Так, расскажи, расскажи коротенько. Ну, у нас пока прошло только одно занятие. Имена мы не называем, да? Не называем. Листское голосование, если он хочет. Я не знаю, хочет он. И мы его называем. В общем, это мой первый проект. Наш первый проект. Не мой, а ваш. И наш. И твой, и наш, да. Ну, ваш посредственно через меня, да, со спортсменами. И я уверена, что у нас всё получится. Ну, конечно, они всех в тебя влюбятся и сразу рекорды будут делать. Ну, они уже давно в меня, мы давно знакомы. Поэтому рекорды будут делать. Да. А этот человек, имя которым мы не называем, он что, боится рекорд сделать или что? Он боится, что люди на него будут смотреть, когда он будет выступать. Страх ошибки, да? Страх ошибки. А если он проиграет, то он тогда вообще не сможет прийти и продолжить свои любимые тренировки в этом зале. Я тебя прошу, когда мы будем в следующий раз встречу делать для всех, ты, пожалуйста, расскажешь динамику его состояния. Что у него улучшилось, что изменилось и как, да? Да. А ещё лучше, если мы его вот так вот в интернете пригласим сюда, чтобы вместе выступили. Кстати говоря, я вам предлагаю, кто хочет вместе с нами поучаствовать, пишите мне в личке или пишите в WhatsApp, или пишите мне в Telegram, кто хочет в совместном ролике поучаствовать. И подготовьтесь. Через недельку или через сколько-то Дарья приедет ко мне в гости, и мы снова будем выступать, и вы тоже будете там у нас выступать со своими вопросами, предложениями, идеями. Пожалуйста. Да, Дарья? Да, конечно. Сможем дать рекомендации. Отлично. Отлично. Что ты хочешь сказать? Ну, наверное, только это мой такой первый прямой эфир. Было интересно. Дарья красивая, Дарья скромница, Дарья интеллигентный человек. До встречи. До встречи.